Всем привет! С вами Михаил Салаев и проект по видеомаркетингу на виду. Сегодня я расскажу о структуре продающего видео и о примере видео воронки в Facebook, как она может выглядеть. На примере героя это музыкант, педагог и коуч Евгения Федяшева, которая обучает вокалу. Основная ее аудитория это активные люди, топ-менеджеры, менеджеры, связанные с бизнесом, люди, которые любят петь, хотят петь и видят в этом энергию, которая их заряжает на большие свершения и поднимает их жизненный тонус. То есть она работает больше с начинающими. Сначала определили ее потенциальных клиентов аудитории. Их было несколько. Вот, например, один из лендингов это для топ-менеджеров. Хотите научиться петь и получать максимум энергии от жизни. Это как основное, что хотят ее потенциальные клиенты. По нашему предположению, естественно. Дальше также у нас есть аудитория, это молодежь, что мы называем, начиная от 25 лет. Вот. И здесь больше был упор задан на веселое времяпровождение с друзьями и о том, что вы сможете к новогоднему кураоке выучить и спеть свою первую песню, всех удивить. То есть два лендинга немножечко с разными направлениями, разными сообщениями. Было создано одно видеоприглашение и структуру его, я ее прописал, выглядит примерно так. Если вы всю жизнь мечтали услышать, как звучит ваш собственный голос, если вы мечтали с помощью голоса стать более уверенным и успешным, то приходите на мой семинар по чакровому пению. Получается, обозначили, если, то приходите. Уже первый призыв был за короткий срок. Дальше раскрываем уже больше. С помощью нехитрых техникоприемов и упражнений вокальных вы узнаете, что петь может каждый и что слух дан человеку от природы. Собственно, после такого начала дальше уже Евгения рассказывает о семинаре, что она может дать зрителям. Давайте послушаем немножко. Будет весело, уютно, по-домашнему. Более того, используя рекомендации и полученные навыки на моем занятии, вы сможете в дальнейшем записать на минус песню, которую я вам пришлю, прислать мне ее обратно. И тогда я вам дам рекомендации к вашему дальнейшему развитию, чтобы вы могли учиться, развиваться и двигаться дальше в этом направлении, а также исполнить, возможно, в дальнейшем эту песню на своем новогоднем корпоративе и поразить не только своих друзей и коллег, но и начальство. Ну, такое сообщение, которое, возможно, будет интересно менеджерам. И дальше делается заново призыв, еще раз. И тогда нажимайте кнопку «Я хочу петь». А ниже я приготовила для вас ряд специальных вокальных упражнений, веселых и шутливых, чтобы вы могли сделать свой первый шаг на пути к мечте уже сейчас. Блог закончился, то есть мы рассказали, что, что и как. Нажимайте «Я хочу петь», это делайте, а также смотрите упражнения. Но если кто-то еще хочет узнать больше, мы продолжаем видео и рассказываем. Евгения рассказывает о себе немножечко. Это тоже как дополнительные такие преимущества, почему с ней стоит работать. Меня зовут Евгения Федяшева. Я закончила Московскую государственную консерваторию. Я тренер по вокалу и постановке голоса. Пою с шести лет. Занимаюсь много лет йогой. Пробуйте вместе со мной, звучите, становитесь лучше, успешнее и приходите ко мне. До встречи. Это был третий призыв. И видеопрезентация готова. Я клоню к тому, что вы можете сами это записать. Естественно, что можно это сделать красиво, выстроить кадр. Можно это снять с нескольких камер, чтобы это лучше держало внимание зрителя. Но если вы понимаете и сможете прописать вот эту вот структуру, то вполне сделайте это и сами. Лучше сделать на начальном этапе что-то. А если эта тема начинает развиваться, потом можно отдать видеопрезентацию, уже делать профессионалам. Было сделано четыре видеоурока, которые плавно переходили друг в друга. Например, я прописал также структуру видеоурока. И давайте послушаем. Привет. Если вы всегда мечтали петь и стесняетесь, то я приготовила для вас новое упражнение, которое поможет вам преодолеть стеснительность, и которое мы сейчас с вами сделаем в течение двух минут. Это упражнение... Приветствие. Желательно, конечно, здесь еще представляться, кто вы. Но в данном случае нам нужно было сразу давать контент. Человек, если заинтересуется, он уже позже в других видео узнает о человеке больше. Упражнение поможет вам развивать энергию вашего голоса, расширять диапазон ваших красок и зарядит его позитивными эмоциями. Мы объяснили, какая есть боль и что получит зритель от того, что посмотрит ролик. Представьте... Дальше идет контент. Содержание. И в конце дается призыв, который говорит о том, что, ребят, а теперь вы можете узнать еще, посмотреть видео и узнать еще об одной интересной фишке. Густым, бархатистым, не развивать богатство красок вашего голоса и расширять диапазон. В следующем упражнении я вам расскажу, как правильно держать осанку в течение дня, чтобы она помогала вам оставаться в тонусе и также помогала оставаться в тонусе и вашему голосу. Смотрите следующее видео. Привет! По такой же структуре выстроено и второе видео, и третье. И постепенно мы раскрываем, рассказываем о том, кто этот человек и что он предлагает. Например, во втором видео делается уже призывчик, приходите на семинар и узнайте больше. Мы с вами лично разберем одну из песен. Вообще, если вы думаете делать сами видеоролики, то самое основное, о чем забывают, это то, что в первые 10-15 секунд нужно рассказать, продать этот ролик зрителю. То есть, рассказать, что он в этом ролике узнает, что его реально может заинтересовать и какую полезную информацию он получит. Ну, например, там, про тренды видеомаркетинга, наш видеоролик. Всем привет! С вами Михаил Салаев и проект по видеомаркетингу на виду. Сегодня я расскажу о 9 трендах видеомаркетинга в 2017 году. Прямо под рифмой получилось. Если вы маркетолог, топ-менеджер или владелец своего бизнеса, то вы поймете, на что стоит обращать внимание в ближайшие несколько лет. Итак, поехали! Теперь о структуре, примере видеоворонки в Фейсбуке. Вот так она может выглядеть, где первое видео – это первое упражнение. Те, кто посмотрели его на 50%, собираются аудитории, показывается второе упражнение и так далее. Дальше задача – перевести человека на сайт. То, что кто переходит на сайт, получается база для ретаргетинга. И показывается дополнительное рекламное объявление ретаргетинга, которое возвращает опять человека через Фейсбук на сайт. Так это выглядит в кабинете Фейсбук. У нас есть первое упражнение – компания, второе, третье, ретаргетинг на четвертое упражнение и еще один на семинаре. Например, если первое упражнение – это охватная компания, разная аудитория. Например, возьмем топы музыка-караоке и посмотрим обзор на таргетинг. Это те, кто увлекаются караоке, пением, творческим искусством, музыкой, различными музыкальными инструментами. То есть, это творческие люди. И также при этом это владельцы, менеджеры, топ-менеджеры, финансовые директора и так далее. Еще проще у нас ирландские танцы плюс пение. То есть, это объединяется интерес с ирландскими танцами и пением. Теперь посмотрим примеры креативов. Тестировались разные заголовки. Можно посмотреть пример. Не хватает энергии для работы. Зарядитесь уверенностью с помощью пения. Расширьте диапазон вашего голоса с помощью специального упражнения. И, собственно, упражнение запускается автоматически. С ирландскими танцами. Также мы доказали, что петь может каждый. Смотрим. Расширьте диапазон вашего голоса с помощью забавного упражнения для активных творческих ребят. Здесь немножечко другое удовольствие, другое сообщение первое. Во втором упражнении, которое показывается тем, кто заинтересовался первым, мы говорим и связываем с первым. А, получилось упражнение с динозавром. А следующее упражнение на правильную осанку, как и обещали. И добавляем информацию, от кого это. Это у педагога, музыканта и коуча Евгения Федяшева. В третьем упражнении мы опять его связываем с предыдущим. И делаем призыв ненавязчивой, еще больше практики. Упражнение вы можете получить на семинаре «Чакровый вокал». Жмите подробнее. То есть, уже продаем на ретаргетинге. Мы даем сообщение тем, кто уже был на сайте. Вы уже наверняка выполнили мои первые три упражнения по вокалу. И я вам предлагаю бонус. Упражнение, которое поможет вам управлять голосом даже в стрессовых ситуациях. И даем еще одно упражнение. И переводим на еще один лендинг, который мы, собственно, просто назвали «ретаргетинг». Где дается дополнительное упражнение на стрессоустойчивость. И еще раз видео, продающее по семинару. Получилась видеоупаковка данной услуги. Во-первых, видеопрезентация, которая рассказывает для кого, для чего, зачем, что дает и что нужно сделать. А также серия видеоуроков последовательных, связанных между собой, которые раскрывают экспертность. И доказывают, что с этим человеком стоит поработать и прийти на этот семинар. Которые разбавлены кадрами, которые сняты в течение дня. То есть, это было снято видеоинтервью. И это был снят один из уроков, который проходил в этот день. Данное видео не рассказывает о результатах, а только показывает пример, как вы можете для себя сделать такую видеоворонку. Для себя мы сделали вывод, что делать видеоворонку лучше проще. То есть, создав один видеоролик, максимально цепляющий и короткий, собирать на нем базу. А дальше показывать рекламную кампанию, которая будет классически делать несколько касаний со потенциальным клиентом. И напрямую рекламироваться и вести на сайт. Все-таки просто полезная информация без призыва к действию в фейсбуке очень плохо работает. То есть, на рекламной кампании получается лучше создать, например, две параллельные кампании. Это полезные посты с призывом и чисто рекламные посты с призывом. И параллельно тех людей, которые заинтересовались видео и коснулись его первым. Ну, собственно, их долбить этой рекламой. Переводить на сайт и дальше догонять. Смотрите другие наши видео уроки. Также используйте структуру продающего видео. Снимайте видеопрезентацию самостоятельно. Или обращайтесь за помощью к нам. Если есть примеры, идеи, мысли по использованию видеоворонок, пишите в комментариях. Будем очень рады получить обратную связь. С вами был Михаил Салаев. Подписывайтесь на наш канал. И помните, что если вы делаете что-то ценное, то вы должны быть на виду. Продолжение следует...